Это «Вести утро» Карачаева, Черкесия. В студии Альбина Курочинова-Кенжева. Здравствуйте! Традиционно начинаем выпуск с прогноза погоды. В Карачаево-Черкесии ночью мокрый снег, местами очень сильные осадки. Ночью и утром в отдельных районах туман и гололед, днем преимущественно без осадков. Ветер ночью западный, днем восточный 5-10 метров в секунду. В горах порывы до 14 метров. Температура воздуха ночью минус 4, плюс 1, в горах минус 4, минус 9. Днем плюс 6, плюс 11 и местами минус 1, плюс 4. На дорогах гололедится. В Черкесии ночью мокрый снег, днем без существенных осадков. Ветер ночью западный, днем восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью минус 1, плюс 1, днем плюс 8, плюс 10 тепла. Ночью и утром на дорогах гололедится. Начало весны ознаменовано прекрасным весенним праздником 8 марта. В атмосфере чувствуется запах цветов и весны. В нашей республике много достойных представительниц прекрасного пола, добившихся значительных результатов в той или иной сфере. Одна из таких женщин – жительница села Дружба, которая имеет трудовую книжку с 12 лет. Она многодетная мама и общественный деятель. Рахимат Бастанова – наш частый гость. Ей всегда есть что рассказать. В эти минуты в нашей студии с ней встретилась моя соведущая Белла Джозаева. Доброе утро всем. Доброе утро, Рая. Доброе утро. Безмерно рада видеть вас у нас в гостях. И в преддверии такого прекрасного праздника, как 8 марта, вы по традиции часто приходите к нам в гости именно в этот день, потому что вы бессменный председатель женского совета. Сейчас вы председатель женского совета села Дружба, дружба моего родного села, поэтому я знаю, что у вас там активная деятельность развивается. Что для вас этот праздник? Вы знаете, этот праздник нашего детства. Вот я вот каждый день смотрю на детей, вот приближается 8 марта, и вот эта школа, которая нам вот в те времена, в советские времена нам дала, наша школа у нас осталась. И мы каждый раз вот этот праздник ждем. Вот как мы раньше поздравляли своих матерей, учителей. Сегодня нас поздравляют наши дети, внуки. Знаете, как радостно. Были красивые открытки. Открытки. У нас, знаете, были свои, собственно, вышивки. Мы на уроках труда, нас учителя. Специально мы готовились к 8 марту. Мы вот вышивали, дарили своим матерям, мамочкам. Ну вот это один из тех немногих праздников, который сохранил свои традиции. В вашей семье есть какая-то традиция 8 марта отмечать? Ну, конечно, есть. Вот уже девочки мои, и вот все готовятся поздравить. Вот втихаря они разговаривают, как маму поздравить. Вот я, конечно, очень рада, вот этот, что вот есть все же такие, преемственность вот у нас есть и в семье, и у нас вот в жизни. И вот наши те времена нам и подарили, вот это наше 8 марта, как мы вот в детстве. Вот это, я считаю, праздник нашего детства. В историю этого праздника мы, конечно, не будем углубляться, но я знаю, что каждый год вы проводите большие мероприятия. Имеется в виду, это не только подарки, цветы. И что в этом году планируется? У нас традиция ходить по дворам, поздравлять со цветами, там подарочки, и нас ждут в каждом доме. И нам это очень приносит радость. В этот красивый весенний праздник что вы хотите пожелать женщинам нашей республики? Вы знаете, что я хочу? Я хочу пожелать прежде всего мира, чтобы у нас мир был на всей земле. И это прежде всего. И самое главное, здоровье, чтобы у всех женщин было семейное благополучие, чтобы мир над нашей головой ничто не наручил. Вот я вот хочу пожелать мира, мира и здоровья. Ну что ж, я благодарю вас за участие в нашей программе. И, конечно, я поздравляю вас с наступающим праздником весенним. Желаю вам тоже здоровья, прекрасного настроения. Спасибо вам. Спасибо, 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 что пригласите, Белочка. Спасибо большое вашему коллективу. Поздравляю. Я и ваш коллектив, очень прекрасный, дружный коллектив, поздравляю с этим замечательным днем. Спасибо. На этом я прощаюсь с вами. А через несколько минут в эфир выйдет информационный выпуск на черкесском языке. Затем вашему вниманию будут представлены программы черкесской редакции. В 14.30 смотрите «Вести» с Мадиной Лайпановой. Удачного дня и до встречи в эфире. Субтитры подогнал «Симон»